Я думаю, что тема заявлена здесь как евразийская интеграция, под этим понимается несколько политико-экономических инициатив. Самое из них известное и сегодня сформированное как уже межгосударственное образование с наднациональным органом управления, это Евразийский экономический союз, который включает в себя наряду с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией. Но этим тематика евразийской интеграции не исчерпывается. И более того, смысл наших усилий по созданию ядра евразийской интеграции на постсоветской территории может быть раскрыт только в более широком контексте глобальных экономических изменений, о которых я хотел бы сегодня поговорить, поделюсь с вами рядом гипотез, которые выдвигает наша наука относительно долгосрочных тенденций глобального экономического развития. После Владивостокского экономического форума в оборот вошел термин «большая евразийская интеграция». Это продолжение линии нашего президента на формирование общего глобального пространства сотрудничества на евразийском материке. Вначале мы предлагали Европейскому Союзу участвовать вместе в создании такого гигантского экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Вы помните эту формулу, которую Владимир Владимирович неоднократно с европейскими коллегами обсуждал. Но история пошла по другому пути. Столкнувшись с конфронтацией со стороны западных партнеров, мы сегодня активнее развиваем восточное направление нашей геоэкономической стратегии. В настоящее время под концепцией большой Евразии понимается, во-первых, сочетание двух инициатив нашей Евразийский экономический союз и Китайской экономический пояс нового шелкового пути. И работая в рамках Шанхайской организации сотрудничества, мы постепенно формируем новую архитектуру глобальных экономических отношений. Я не буду вас утомлять рассказом о том, что такое Евразийский экономический союз. Я думаю, все хорошо понимают, где мы находимся. На этом пути мы создали общий рынок товаров, услуг, капитала и труда. У нас работает наднациональный орган, который обеспечивает функционирование этого рынка, Евразийская экономическая комиссия. К 2024 году мы завершим формирование единого экономического пространства, которое будет в себя включать не только общий рынок товаров, услуг, капитала и труда, но также согласованную промышленную политику. Надеюсь, появится научно-техническая политика общая. Будет реализована общая стратегия формирования единого транспортного рынка, единого энергетического рынка. Сформируется единый финансовый рынок. Этот план детально прописан, он выполняется неукоснительно. И здесь мы можем сказать, что тот путь, который Европейский союз по снятию трансграничных барьеров прошел за 50 лет, мы успешно преодолели в 10 раз быстрее. Вместе с тем возникает такой простой вопрос. Для кого мы строим этот общий рынок товаров и услуг? Если для российских товаропроизводителей это тогда понятно и требует определенных приоритетов, определенной позиции нашей в освоении евразийского экономического пространства. Если же мы не будем иметь такую стратегию и будем плыть по течению, то вполне возможно, что этот общий рынок будет заполнен импортными товарами и для нашей собственной экономики существенной пользы не принесет. Ситуация весьма противоречивая и для того, чтобы нащупать в этой противоречивой ситуации правильные ориентиры для развития, я начну свое сообщение с информации о последних разработках, которые мы ведем в Академии наук, относительно долгосрочных тенденций экономического развития. Здесь представлена схема длинных циклов развития экономики, которая состоит из двух взаимосвязанных процессов. На технологическом уровне это смена технологических укладов, которая сопровождается длинными кондратьевскими волнами, у которых цикл колебаний составляет примерно 50 лет в среднем, делящийся на две части. Фаза подъема, я об этом чуть позже скажу, повышательная фаза кондратьевской волны, где новый технологический уклад, сформировавшись, обеспечивает высокий темп экономического роста. Сам новый технологический уклад растет обычно с темпом 20-25% в год, генерируя импульсы для экономического роста по всей экономике, темпы развития которой составляют в этот период повышательная фаза кондратьевской волны, порядка 5-6% среди стран-лидеров. И понижательная фаза, которая сопровождается депрессией и структурной трансформацией экономики. Мы сегодня проходим самую низшую точку кондратьевского цикла, когда старый технологический уклад уже не обеспечивает экономический рост. И подъем, посткризисный подъем связан с комплексом принципиально новых технологий, ядро которой составляют нано, биоинженерные и информационно-коммуникационные технологии. Но еще больше интерес и новизну определенную представляют более длинные циклы. Они в литературе по-разному называются. Ввел их в оборот известный итальянский банкир, который назвал их циклами накопления капитала. Подчеркиваю, что эти длинные циклы, а их период составляет порядка 100 лет, даже чуть больше, 120 лет в среднем. Жизненный цикл – это система институтов, обеспечивающих воспроизводство капитала в глобальном масштабе. Мы их назвали мирохозяйственными укладами, подчеркивая, что ритм этих длинных 100-летних циклов задает система институтов. Как раньше говорили, марксистская традиция – система производственных отношений. И многие из вас наверняка помнят диалектический закон исторического материализма, соответствия производительных сил и производственных отношений. Это забытая сегодня в наших вузах марксистская теория исторического материализма, на самом деле продолжает жить. Правда, в современных формах мы вынуждены отказаться уже от линейной такой простой схемы смены социально-экономических формаций, когда вслед за феодализмом – капитализм, потом социализм, потом коммунизм. К сожалению, история опровергла такую простую картину исторического прогресса. Вместе с тем не наступила и конца истории, как это американские нам политологи пытались внушить. Вы знаете книжку Фукоямы «Конец истории», который после распада Советского Союза поспешил зафиксировать, что все, сложился наконец-то универсальный экономический порядок глобальный, его можно назвать либеральной глобализацией, где доминирующее положение занимают транснациональные корпорации, национальные государства как бы уходят в прошлое. Вместо государственных институтов рынок регулируется глобальными механизмами воспроизводства капитала, в центре которых, если разобраться, лежит механизм эмиссии мировых денег со стороны Федеральной резервной системы США, которая снабжает американские корпорации безграничным источником дешевого кредита. Поэтому ничего удивительного в том, что в этой либеральной глобализации доминируют американские транснациональные корпорации, их доля составляет порядка 70%, остальные 20% приходятся на их сателлитов, европейских и японских. То есть, сложился такой механизм воспроизводства глобального капитала за счет эмиссии доллара, евро, иены и фунта, подпитывающей западный капитал безграничной экономической экспансии. И нашим западным коллегам казалось, что все на этом закончилось, что мир уже перешел к глобальному такому империализму, где в дальнейшем все будет унифицироваться, национальные государства будут отмирать, и в конце концов появятся международные регуляторы. Американцы пытались, пользуясь финансовым кризисом, создать прообраз такого регулятора. Это так называемая группа финансовой стабильности при странах 20-ки. Сейчас они пытаются уже за пределами Всемирной торговой организации построить большие трансокеанские зоны свободной торговли, трансатлантическую и транстихоокеанскую. Но в действительности мир переходит к принципиально новой системе производственных отношений. И мы сегодня видим эту систему, сформированную в Китае, которая показала чудеса экономической эффективности. До этого она отрабатывалась и в нашей стране, и в Японии, и в Корее. То есть это не только чисто китайская новелла. То, что китайцы реализовали, социалистический строй вместе с рыночной экономикой, это, собственно, предложение наших ученых в Академии наук, известное как теория конвергенции, которые мы отрабатывали с американскими коллегами еще с 60-х годов. И известный русский социолог и философ Петерим Сорокин еще 50 лет назад предвидел появление этой новой системы производственных отношений, мы называем нового мирохозяйственного уклада, новой системой институтов, которая бы сочетала в себе прогрессивные элементы, конструктивные элементы социализма и капитализма. Китайское экономическое чудо построено как социалистический вариант, отталкиваясь от государственной собственности при сохранении социалистической идеологии, но при широком развитии рыночных отношений. Японское экономическое чудо сформировалось на частной основе, но при руководящей роли государства, где государство контролировало все, без исключения финансовые потоки, и следило за тем, чтобы деньги шли в те направления, которые нужны для развития экономики. Аналогичным образом создавалось корейское экономическое чудо в Южной Корее. Мы видим воспроизводство китайской модели во Вьетнаме, некоторую смешанную модель в Малайзии. Видим элементы социалистического планирования, которые сегодня показывают прекрасные результаты в Индии, которые вышли на первое место в мире по темпам экономического роста. То есть на наших глазах вместо либеральной глобализации сформировался новый социально-экономический строй и новый мирохозяйственный уклад, в том смысле, что институты, организации производства, экономики и финансов в этой системе дают и новую модель международного экономического сотрудничества. Эта модель отличается от либеральной глобализации тем, что государство сохраняется. Если вы обратили внимание на последнюю встречу 20-ки в Китае, китайский лидер подчеркнул значение национального суверенитета. То есть вопреки давлению американцев, которые настаивают на устранении национальных границ, новый мирохозяйственный уклад признает национальный суверенитет, признает национальные интересы каждого государства, исходит из принципа равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, где страны создают коалиции и формируют общие экономические пространства, исходя из своих национальных интересов. В этом принципиальное отличие евразийской интеграции от европейской и американской интеграции. Мы Евразийский экономический союз строим как ограниченное по функционалу объединение, где в отличие от Европейского союза не планируется создавать общий парламент, не планируется создавать какую-то универсальную политическую систему, одинаковую для всех, сохраняется специфика национального административного, уголовного законодательства. Мы не лезем даже в налоговую систему и в систему управления государственным долгом и не ставим на настоящий момент задачу формирования общей валюты. Мы интегрируем наше экономическое пространство в той части, в которой каждая страна видит свои преимущества, заинтересовано в совместном сотрудничестве, и наши главы государств, ограничивая сферу евразийской интеграции чисто вопросами развития экономики в части функционирования общего рынка товаров, услуг, капитала и труда, сознательно допускает конкуренцию юрисдикции. У нас разные налоговые системы, например, и в отличие от Европейского Союза, у нас нет планов их унифицировать, хотя это дает относительно конкурентное преимущество Казахстану, где уровень налогообложения в полтора раза ниже, чем у нас и в Беларуси. Тем не менее, именно Беларусь использует наиболее активные возможности Евразийского экономического союза, поскольку вся промышленность Беларуси завязана на наш общий рынок. И также мы строим взаимоотношения с нашими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества с Китаем, в том числе, где пытаемся совместными усилиями вырабатывать крупные инфраструктурные проекты, где наше гигантское экономическое пространство могло бы функционировать как единое целое за счет крупных и международно значимых магистралей, о которых Марат Гадеевич говорил, и, конечно, Татарстан, находящийся в центре евразийского экономического пространства, здесь имеет колоссальное преимущество. Но обращаясь, кстати, к экономической модели Татарстана, я должен сказать, что она, в общем-то, гораздо больше соответствует принципам нового мирохозяйственного уклада, чем то, что мы видим на федеральном уровне. Новый мирохозяйственный уклад отличается от примитивных концепций рыночного фундаментализма тем, что здесь стратегическое планирование сочетается с рыночной самоорганизацией, это две стороны одной медали. Государственное целеполагание сочетается с частной предпринимательской инициативой. И вообще государство в интегральном мирохозяйственном укладе занято прежде всего гармонизацией интересов. Оно не пытается навязывать всем хозяйствующим субъектам директивный детальный план, как это было в советское время, но вместе с тем оно строит такие правила игры и формирует такие инструменты регулирования, при которых частная предпринимательская активность ведется в интересах всего общества. Это кардинально отличается от американо-центричной модели, в хвост которой мы пытаемся устроиться уже 20 лет. В американо-центричной модели все решают деньги. И главный смысл производственной экономической деятельности – это максимизация прибыли. В новом мирохозяйственном укладе главный смысл хозяйственной деятельности – это максимизация общего блага. Это две принципиальных разницы. Поэтому если в модели либеральной глобализации главная задача, которую реализует Международный валютный фонд, заключается в снятии национальных границ, для того чтобы американский капитал мог свободно вращаться по всему миру, эксплуатируя национальные экономики, то в модели интегрального мирохозяйственного уклада и евразийской интеграции ставят перед собой задачи максимизацию темпов экономического роста и подъема общественного благосостояния, повышение эффективности производства. Это две совершенно разных модели. В Америке господствует финансовая олигархия, тень которой витает над нами, в то время как в новом азиатском цикле накопления или в новом мирохозяйственном укладе строятся стратегические планы развития на 20-30 лет вперед, осваиваются горизонты новых технологических траекторий, и именно этот подход доказывает свою большую эффективность по сравнению с предыдущим мирохозяйственным укладом. Это проявляется не только в темпах экономического роста, в странах, которые первыми осваивают новый мирохозяйственный уклад. Это проявляется и в качестве их экономического развития. Китай сегодня вышел на первое место в мире не только по объемам производства, но и по экспорту высокотехнологической продукции. И нет никаких сомнений, что в скором времени инженерная и научная мысль Китая, Индия, Корея, Япония сумеет сформировать собственный центр воспроизводства научно-технического прогресса и занять лидирующее место в глобальном экономическом развитии. Перед нами стоит задача подключения к этому новому центру глобального экономического роста. Проблема для нас главная заключается в том, что мы, неправильно выбрав стратегию реформ в 90-е годы, по сути, встроились в хвост уходящего поезда, поезд, который сегодня пришел в тупик. Как бы американцы сегодня не пытались сохранить глобальное лидерство, войну за доминирование в мире они уже проиграли. Они уже производят в полтора раза меньше, чем Китай в общем объеме. Темпы экономического роста у них близки к нулю, в то время как Китай, Индия и Вьетнам, но и другие страны нового центра экономического растут на 6-7% в год. Но американская властвующая элита не хочет признать поражение в этой экономической гонке при смене мирохозяйственных укладов. Как всегда, возникает обострение международной политической обстановки, и американская властвующая элита пытается сохранить свое доминирование в мире за счет развязывания гибридной войны, гибридной мировой войны, где мы стали главным центром американской агрессии, главным предметом американской агрессии. Это проявляется не только в экономических санкциях, это проявляется и в прямых, враждебных для России действиях на сопредельных территориях, в оккупации Украины, фактически, которая сегодня полностью контролируется американскими спецслужбами, в попытках подорвать наш евразийский интеграционный процесс. Ни для кого не секрет, что государственный переворот на Украине и попытки аналогичных переворотов в других странах, которые формируют Евразийский экономический союз, были проведены Вашингтоном, в первую очередь для того, чтобы не допустить развития евразийской интеграции. Об этом прямо говорил нынешний кандидат президента США Клинтон, когда был секретарем Госдепа. Американцы видят в Евразийском союзе возрождение Советской империи, они не хотят, точнее, понимать, что евразийская интеграция строится на совершенно иных принципах, не на принципах политического диктата, а на принципах взаимовыгодного сотрудничества, абсолютно добровольно и в строгом соответствии с нормой Всемирной торговой организации. Они развивают эту гибридную войну для того, чтобы усилить свои конкурентные преимущества, хаотизируя те пространства, которые не контролируют, попытаться восстановить контроль над нашей страной, а благодаря этому они думают и восстановить свой контроль на Средней Азии, который у них был в начале 90-х годов, усилить свой контроль над Европейским Союзом и тем самым сдержать возможности роста Китая. Из этого, однако, ничего не получится, потому что в мировой динамике есть свои законы. Вот циклы, которые представлены на этой картинке, они уже прослеживаются почти пять столетий. И смена мирохозяйственных укладов это смена всей системы экономических институтов, которая регулирует воспроизводство капитала. Если недавно мы сейчас переживаем закат, мы назвали имперского мирохозяйственного уклада, который сформировался по итогам Второй мировой войны в виде двух мировых империй, центром СССР и центром США, сейчас этот мирохозяйственный уклад достиг пределов роста. Та модель глобальной либерализации в однополярном мире, которую мы получили, буксует. Американская финансовая система перенапряжена огромной пирамидой государственного долга. Обама, когда начинал свой президентский срок, обещал сократить госдолг США. Сейчас он вырос в два раза. И они ничего с этим не могут сделать, потому что у них вся финансовая модель строится по принципу финансовой пирамиды. Для того, чтобы обеспечивать воспроизводство своей гегемонии в мире, им нужно все больше и больше печатать долларов, которые пока еще мир усваивает. Но Китай, например, уже отказался от наращивания валютных резервов в долларах. Я думаю, в скором времени другие страны последуют его примеру. То есть американская финансово-экономическая система сегодня работает с очень низким коэффициентом полезного действия и распадается под грузом колоссальных противоречий, связанных с финансовыми пирамидами не только госдолга, но и деривативов. Выход, переход с одного мирохозяйственного уклада на другой – это всегда очень сложный и болезненный процесс. До сих пор он сопровождался мировыми войнами. Первая и Вторая мировая война ознаменовали переход от колониального мирохозяйственного уклада, где в мире доминировали Европейские империи и людьми торговали как живым товаром, к современной модели социального государства, крупного капитала транснационального и крупных международных хозяйственных систем. Англичане пытались сохранять лидерство в конце, в начале XX века, потом в середине XX века. У них ничего из этого не получилось, хотя две мировых войны, развязанные во многом, спровоцированные английской геополитикой, разрушили практически всю Европу, принесли огромный вред человечеству, но не помогли англичанам сохранить свою великую империю. Точно так же война, которая сегодня развязывает Соединенные Штаты, не позволит им сохранить доминирование в мире, потому что сложился новый мирохозяйственный уклад, более эффективный, который уже трансформирует значительную часть экономического пространства. По нашим прогнозам, к 2030 году основная экономическая активность будет вестись в странах Азии, где мы имеем все шансы войти в ядро стран нового мирохозяйственного уклада. Не плестись в хвосте, как мы сейчас плетемся за американо-центричной системой, а войти на равных с Китаем, с Индией, с Японией, Кореей в ядро нового мирохозяйственного уклада. Жизнь в ядре мировой экономической системы намного лучше, чем жизнь на периферии. Страны, которые на периферии находятся, они теряют свои невоспроизводимые богатства, вынуждены мириться с низким уровнем жизни, потому что неэквивалентный внешнеэкономический обмен высасывает из стран периферии ресурсы в пользу стран ядра за счет интеллектуальной аренды, за счет эмиссии мировых валют, как мы, встроившись в хвост американской системы, потеряли, начиная с момента распада Советского Союза, если брать все постсоветское пространство, порядка двух триллионов долларов, вывезенных с бывшего Советского Союза в Америку и в Европу в основном, через офшорные зоны. Мы потеряли миллионы специалистов еще при этом, массу идей, то есть мы попали в ловушку неэквивалентного внешнеэкономического обмена, выбросы из которого можно только формируя вместе с передовыми странами новые элементы системы организации производства в экономике, которые нам знакомы в форме стратегического планирования, в форме гибкой денежной политики, когда деньги не являются самоцелью, а являются инструментом обеспечения экономического роста и где бизнес и государство совместно планируют долгосрочное направление развития, бизнес берет на себя обязательство расширять производство, его модернизировать, повышать эффективность, а государство создавать соответствующие макроэкономические условия, включая обеспечение долгосрочного кредита. Я сейчас перейду к более конкретным вопросам формирования новой экономической политики, исходя из глобальных закономерностей экономического роста, мы должны обратить внимание на то, что мир переживает не только революцию с точки зрения системы институтов и формирования нового мирохозяйственного уклада, он переживает еще технологическую революцию. На этой картинке изображена схематически смена технологических укладов, каждый из которых представляет собой крупный комплекс взаимосвязанных технологических производств. Они тут условно названы по ключевому товару, который обеспечивает, проникает везде в экономике. Это процесс нелинейный, он сопровождается депрессиями, как я уже говорил, мы сегодня находимся в фазе смены технологических укладов, новый технологический уклад уже виден, он растет с темпом 35% в год, это комплекс нано-биоинженерных и информационно-коммуникационных технологий. Он революционизирует не только экономику, но и социальную сферу. Самой большой отраслью экономики становится здравоохранение, затем образование и наука. Вместе воспроизводство человеческого капитала охватывает уже половину использования валового внутреннего продукта передовых стран. И это накладывает определенные требования к системе государственного регулирования и планирования, потому что эти отрасли нуждаются в долгосрочной государственной политике. Также, как и сама смена технологических укладов, требуется усилий государства по стимулированию инвестиций в принципиально новое производство. Мы переживаем, как я уже сказал, фазу смены технологических укладов на этой схеме показана, эта фаза заштрихованным столбцом. Здесь вы видите два графика. Нижний график – это, собственно, смена технологических укладов. Мы присутствуем сейчас в фазе родов нового технологического уклада. Вверху этим фазам соответствуют колебания длинных волн Кондратьева. То есть экономика передовых стран выходит из депрессии. На базе новых технологий начинается экономический подъем, и для отстающих стран, к числу которых мы, к сожалению, сегодня относимся, здесь открывается шанс опережающего развития. Поэтому стратегия, которую мы пропагандируем в Академии наук, это стратегия опережающего развития на основе стимулирования роста производства нового технологического уклада, которые имеют высокую динамику, которые обеспечивают многократное повышение эффективности производства и, естественно, повышение его конкурентоспособности. Учитывая, что новый мирохозяйственный уклад носит в основном гуманитарный характер, роль государственных расходов здесь хоть и фундаментальная, но недостаточная для того, чтобы обеспечить его быстрый подъем. Обычно, когда меняются технологические уклады, государство старается стимулировать новые технологии за счет увеличения расходов на неокры, за счет стимулирования инвестиционных и инновационных проектов. Но в рамках либерально-демократической модели, в которой живут западные страны, государство не очень-то разрешается вмешиваться в экономику и, собственно говоря, разрешается вмешиваться только в интересах национальной обороны и безопасности. Поэтому вплоть до последнего времени смена технологических укладов шла через гонку вооружения. Предыдущий такой период имел место в 70-е годы прошлого века, где посредством доктрины «Звездных войн» в Америке было создано ядро микроэлектронного информационно-коммуникационного технологического комплекса, которое обеспечило потом рост, которое росло на 20-25% ежегодно вплоть до последнего времени. Сейчас, учитывая, что самой большой отраслью становится здравоохранение, гонка вооружения не сильно обеспечивает подъем. Хотя мы видим примеры нового технологического уклада в современных военных технологиях и компьютерное управление боем, и роботы военные, и беспилотные летательные аппараты, но, тем не менее, роль военных расходов в генерировании спроса на продукцию нового технологического уклада гораздо меньше, чем было раньше. Поэтому теоретически у нас есть возможность прорваться на новую длинную волну без рисков всеобщей милитаризации, как это было в 70-е годы и 30-е годы прошлого века. Ответом на этот вызов стало принципиально новое явление в макроэкономической политике передовых стран. Называется оно денежно-промышленная политика. С помощью управляемой кредитной эмиссии ведущие страны мира сегодня накачивают экономику деньгами для того, чтобы бизнес, научно-инженерное сообщество имели возможность экспериментировать со своими идеями. Конечно, коэффициент полезного действия такой политики невысок, но значительная часть денег зависает в финансовых пирамидах. Но фактом остается то, что во всех странах мира, вот вы видите, здесь слева у нас немножко съелись Соединенные Штаты по процентным ставкам, но там процентные ставки тоже сегодня отрицательные в реальном выражении. Имеется в виду ставки процента, по которым центральный банк впрыскивает деньги в экономику. Вообще говоря, только в сознании нынешних монетаристов бытует мнение, что деньги должны быть обеспечены золотовалютными резервами или еще какими-то материальными благами. На самом деле все ведущие страны мира давно перешли к фиатным деньгам, которые обеспечены долгами. В основе денежной системы передовых стран, ну и всех стран двадцатки практически, лежат деньги, обеспеченные долгами государства и бизнеса. И эти фиатные деньги имитируются в таких масштабах, которые необходимы для воспроизводства экономики, безгранично. Наш центральный банк проводит прямо противоположную политику. Если во всех ведущих странах мира процентные ставки, по которым кредит впрыскивается в экономику, отрицательные и близки к нулю, у нас они вдвое выше рентабельности производственной сферы, что блокирует финансовые возможности даже простого воспроизводства капитала. Соответственно, вы видите на правой картинке, что предприятия производственной сферы в ведущих странах мира имеют возможность брать кредиты под 4-5%, наращивать производство без каких-либо ограничений. Нам такую возможность сегодня закрыли. Как только наш центральный банк начал поднимать процентные ставки, вы видите, экономика пошла вниз. Чем выше процентные ставки, тем ниже темпы экономического роста. Это связано с тем, что кредит в современной экономике играет роль механизма авансирования экономического роста и прежде всего на базе новых технологий. Не случайно Шумпетер еще 50 лет назад называл процент налогом на инновации. Если мы хотим получить новые виды деятельности, нам нужно их сначала прокредитовать. Поэтому сначала авансируется экономический рост за счет целевой кредитной эмиссии, а затем начинается подъем в новых производствах. И денежно-промышленная политика, которая сегодня проводится ведущими странами мира, и обеспечивает то самое оживление экономической активности на базе нового технологического вклада, который мы наблюдаем. Ежегодно эмитируется примерно 1 триллион долларов сегодня, имеется в виду доллар, евро, иена, фунт, и объем денежной массы ведущих стран мира, вот вы видите, увеличился с момента начала перехода к новому технологическому укладу, ознаменевавшимся финансовым кризисом, увеличился многократно. Видите, в Америке количество долларов, точнее, в мировой финансовой системе выросло почти в 5 раз за 8 лет, иены в 3,5 раза, в 1,5 раза увеличилось к объему евро, а в России количество денег в рублевой зоне, точнее, сократилось. То есть, наш Центральный банк проводит прямо противоположную политику той, которая проводится ведущими странами мира в целях стимулирования экономического роста на основе нового технологического уклада. Соответственно, росла и денежная масса во всех странах, кроме России. У нас денежная масса падает по двум причинам в настоящий момент. Во-первых, это экономические санкции, которые довольно сильно ударили по тем отраслям экономики, которые кредитовались из-за рубежа. Поскольку Центральный банк длительное время у нас держит высокие процентные ставки, значительная часть предприятий ушла кредитоваться за рубеж. И, соответственно, после того, как были введены экономические санкции, мы потеряли 200 миллиардов долларов, которые были возвращены иностранным кредиторам. Вслед за этим Центральный банк начал сокращать и внутреннее предложение денег. То есть, вместо того, чтобы замещать внешние кредиты внутренними, он пошел по пути повышения процентных ставок. И, в целом, мы видим, что реальный пророст денежной массы, номинальный минус инфляции, начиная с 2008 года, фактически отсутствует. Мы предлагаем изменения макроэкономической политики в соответствии с теми требованиями, которые выдвигаются для развития современной экономики, в смысле опережающего роста нового технологического уклада. Если макроэкономическая политика останется неизменной, то мы в ближайшие два года будем жить в условиях продолжающегося денежного голода. За последние пять лет, ну, точнее, три года, за последние три года объем денежной массы сократился практически на четверть. Мы сегодня недосчитываемся по сравнению с тем, что было еще четыре года назад примерно 5 триллионов рублей сократилось количество денег в экономике. И автоматически в условиях недомонетизированной экономики с сокращением количества денег затрудняется даже простое воспроизводство капитала. Половина сегодня оборотных средств промышленных предприятий – это кредиты. Поэтому, когда кредитования сжимаются, повышаются процентные ставки выше нормы рентабельности предприятия, вынуждены либо отдавать кредиты, которые становятся невыгодными, либо поднимать цены, что, собственно, и стало причиной стакляционной ловушки. Мы предлагаем пойти по пути монетизации экономики, расширения денежного предложения под низкие процентные ставки. Но делать это надо, конечно, осмысленно. Не просто разбрасывать деньги с вертолета, как это делает сегодня ФРС США, а направлять деньги в стимулирование инвестиций. Здесь вы видите связь между денежной массой и инвестиционной активностью. Сегодня она крайне низка, примерно в два раза ниже, чем нам нужна для нормального развития экономики. И каждый раз, когда у нас происходит сжатие денежной массы, происходит и падение инвестиционной активности. Здесь вы видите абсолютно однозначную связь между динамикой денежной массы и динамикой производства. Это происходит потому, что наша экономика живет в условиях недостатка денег. Поэтому, когда количество денег еще более сокращается, чем нужно для нормального воспроизводства, автоматически это влечет за собой сокращение оборотного капитала и падение инвестиций и производства. Если бы у нас денег был избыток, тогда не было бы таких эффектов. Но мы живем уже длительное время в условиях недомонетизированной экономики. И согласно экономической теории, если у вас есть свободные производственные мощности, то вам нужно увеличивать количество денег, для того, чтобы их загрузить. У нас загрузка производственных мощностей составляет примерно сегодня 60%. То есть мы могли бы производить в полтора раза больше товаров, если бы обеспечили полную загрузку мощностей за счет соответствующего увеличения денежного предложения. Однако в ситуации, когда процентные ставки, вы видите, выше нормы рентабельности практически по всем отраслям экономики, за исключением химико-металлургического комплекса и нефтегазового, практически ключевые отрасли, особенно обрабатывающая промышленность, остаются без кредитов. Они вынуждены работать на своих собственных доходах, что не позволяет им ни модернизироваться, ни наращивать производство. До тех пор, пока у нас будут такие ножницы процентных ставок, нормальное развитие экономики невозможно. Она будет оставаться сырьевой, поскольку при таком соотношении процентных ставок и рентабельности расширяться могут только сырьевые отрасли. Нам говорят, что нынешняя политика призвана снизить инфляцию. И согласно теории монетаризма, если мы сокращаем количество денег, у нас сокращается спрос, и, значит, будут снижаться цены. На самом деле все гораздо сложнее. Здесь я вам показываю результаты последних исследований, которые проводились по 60 странам. И везде одинаковая примерно картинка. То есть связь между инфляцией и денежной массой не прямая зависимость, не линейная, не монотонная. И можно в каждый момент времени для экономики определить оптимальное количество денег. Если денег становится меньше, чем нужно для простого воспроизводства, экономика погружается в инфляцию точно так же, как если денег становится слишком много. Это связано с тем, что при сжатии количества денег, как я уже говорил, сокращаются кредиты, сокращаются оборотные средства предприятий, падает производство, падают инвестиции, сокращается, соответственно, покупательная способность денег, потому что меньше товаров на рынке. Но и самое главное, теряется научно-технический прогресс. Именно научно-технический прогресс является главным фактором как экономического роста, так и снижения цен. Именно за счет новых технологий происходит повышение эффективности и снижение издержек, а инновации возможны только при расширении кредита. Поэтому, если денег слишком мало, их количество сокращается, сокращаются кредиты и инвестиции, замедляется экономическое развитие, экономика начинает отставать, и следствием этого становится повышение инфляции, повышение издержек и снижение конкурентоспособности. Снижение конкурентоспособности давит на девальвацию валюты, что провоцирует еще большую инфляцию. То есть, когда мы смещаемся от точки оптимума в объеме денег для нормального воспроизводства экономики в любую сторону, в сторону сокращения или в сторону увеличения, мы везде имеем проинфляционные эффекты. Поэтому борьба с инфляцией в условиях недомонетизированной экономики путем сжатия количества денег, удорожания кредита, так как то, что происходит у нас, это примитивные методы, которые не дают положительного эффекта. Экономика оказывается в стакляционной ловушке, из которой все труднее и труднее выбраться. Вы видите аналогичную зависимость фазовой портреты такого рода зависимости в других странах. Это не наше уникальное явление. И, как видите, получается в нашей ситуации прямо противоположная картина тому, что говорят монетаристы. У нас, когда количество денег увеличивается в экономике, падает, снижается инфляция. Это происходит потому, что расширяется производство, растут инвестиции, повышается эффективность. И, наоборот, когда при нехватке денег они сжимаются еще больше, то цены растут, потому что растут и сдержки. Вот это эмпирическое наблюдение полностью опровергает всю ту политику, которая сегодня проводится нашими денежными властями в расчете на снижение инфляции путем подавления спроса. Эта политика имеет вполне конкретную цену на сокращение бюджетных расходов, вследствие которой падает конечный спрос. Падение конечного спроса ведет к дальнейшему падению производства, и стокляционная ловушка становится все глубже. То есть в нашей ситуации нужно делать прямо противоположные вещи. Увеличивать спрос, идти на дефицитное финансирование бюджета, проводить грамотную... Здесь показано, что Центральный банк, видите, когда он объявил отаргетирование инфляции, и поднял процентные ставки, на самом деле индекс потребительских цен пошел не вниз, а вверх. То есть нам говорили, что переход таргетирования инфляции означает ее снижение в два раза. Она в два раза поднялась, потому что были применены абсолютно, так сказать, деструктивные меры. Главным фактором инфляции стала динамика курса рубля. Мы больше всех пострадали от девальвации, при том, что рубль – наиболее обеспеченная валюта сегодня. Два слова. Перед тем, как перейти к краткому изложению нашей программы мер, вы понимаете, что любая политика, если она проводится, значит, она обслуживает какие-то интересы. Экономическая политика не может висеть в воздухе. Вопрос, кому эта политика выгодна? Вот вы видите, что главным выгодоприобретателем проводимой политики стали биржевые спекулянты, валютные спекулянты прежде всего. Объем валютных спекуляций резко вырос после перехода к плавающему курсу рубля. И обратите внимание, на фоне падения производства, падения инвестиций, это все в текущих ценах дается. Если мы возьмем в ценах фактических, то у нас все эти нижние линии пойдут вниз. Так вот, все падает в экономике, а растет только объем торгов на валютном сегменте Московской биржи. То есть, объем спекулятивного оборота вырос в пять раз и достиг астрономической суммы 100 триллионов рублей в квартал. Понимаете, то есть, что происходит? При такой политике деньги уходят из производственной сферы, засасываются финансовым рынком, на котором за счет манипулирования курсом рубля спекулянты получают гигантские сверхприбыли, 100% годовых и выше. При таких сверхприбылях за счет манипулирования курсом процентные ставки роли не играют. Центральный банк может и 20% поставить, и 40%, как это было у нас однажды. И все равно спекулянты будут брать деньги и раскачивать рубль, получая сверхприбыли за счет обесценения доходов и сбережений всех остальных участников хозяйственной деятельности. То есть, у этой политики есть свои бенефицары, которые очень влиятельны и которых очень трудно обуздать. В чем сложность реализации политики денежного смягчения? Сложность в том, что если мы при такой ситуации начнем накачивать экономику деньгами, деньги будут перетекать на валютный рынок, потому что там за счет этих манипуляций прибыли намного больше и рисков меньше. И мы видим, что именно так все это и происходило в предыдущий кризис. Обратите внимание, Центральный банк начинает накачивать экономику деньгами. Это вот сиреневые столбцы расширяют кредит коммерческим банкам. А что делают коммерческие банки? Они начинают эти деньги обменивать на валюту. И в той степени, в которую Центральный банк вливал в экономику деньги, наши коммерческие банки их переправляли на валютный рынок, вместо того, чтобы вкладывать в развитие производства, как говорил президент в то время, 2008-2009 годы, была политика количественного смягчения, были впрыснуты в экономику 2 триллиона рублей, при условии было сказано, что деньги банки должны направить в реальный сектор. Вместо этого они направили деньги на валютный рынок, поэтому эта антикризисная программа оказалась малоэффективной. Вы видите, о чем я говорил, степень загрузки производственных мощностей очень низка, что дает возможность расширения производства за счет смягчения денежной политики. Какие у нас параметры, на которые мы должны ориентироваться? Основным источником экономического роста являются инвестиции в новые технологии. Поэтому любой пример экономического чуда – это всегда резкое повышение нормы накопления, объема инвестиций. Вы видите здесь примеры последних экономических чудес. Норма накопления увеличилась в этих странах, совершивших скачки в своем развитии в полтора, в два, а кое-где и в три раза. При этом норма накопления в Китае сегодня достигает 44%, в то время как в России она составляет всего 18%. Президент ставил задачу довести ее сегодня до 27%. То есть в рамках той экономической модели, которая сложилась, задача оказалась невыполненной. Почему? За счет чего наращиваются инвестиции в странах относительно бедных, к числу которых мы, к сожалению, будучи самой богатой страной в мире по национальному богатству на душу населения, с точки зрения финансового рынка, возможности сбережения и финансирования инвестиций, мы страна бедная. У нас нет больших пенсионных фондов, нет гигантских страховых компаний. Вся наша банковская система меньше одного крупного американского банка. Поэтому где взять деньги? Вывод, исторический опыт говорит о том, что другого способа взять деньги для модернизации, кроме как управляемая кредитная эмиссия, просто не существует. Существуют легенды о том, что китайское экономическое чудо было инициировано иностранными инвестициями, так же, как европейское, планом маршала американским. Все это, конечно, имело место, но в размере от 1 до 3%. Главным источником финансирования подъема инвестиций и модернизации экономики было расширение внутреннего кредита за счет кредитной эмиссии денежных властей. Как у нас сегодня устроена кредитная эмиссия? Мало кто эту тему анализирует, но, коль скоро это у нас узкое место, то мы видим, нам требуется его более детально рассмотреть. Мы видим, что объем денег, которые сегодня вброшены в российскую экономику, идет по вот этим ручейкам. Главный ручей, точнее, река, видите, верхняя, иностранные кредиты и инвестиции, это то, что нам перекрыли сегодня экономическими санкциями, это был главный источник формирования российской денежной базы. 70% денежной базы в момент введения санкций было сформировано под иностранные кредиты и инвестиции. Этот источник денежной эмиссии сегодня перекрыт. Что у нас остается? У нас остается рублевый и валютный репо, это механизмы рефинансирования коммерческих банков под краткосрочные нужды на 3-4 дня, ну, максимум на неделю для большинства кредитов. Для производственной сферы эти деньги не нужны. Они нужны только для спекулянтов и для банков с целью балансировки ликвидности на рынке. И только около 2 триллионов рублей у нас направляется под нервничные активы, это под обязательства предприятий. Всего полтриллиона рублей направляется на специальные инструменты кредитования. Вот эти специальные инструменты рефинансирования, точнее, это что такое? Это проектное финансирование федерального правительства. Это специальные инструменты поддержки сельского хозяйства и малого бизнеса. Об этом очень много разговоров, но, видите, объем денег, который выделяется на эти цели, составляет всего полтриллиона рублей. Ну и, наконец, небольшая часть денег имитируется в пользу государства, как это делается в большинстве других стран. Значит, что мы предлагаем? Схема гибкого денежного предложения, которая обоснована историческим опытом практически всех стран мира, предполагает управляемые потоки движения кредитной эмиссии по соответствующим государственным приоритетам. Таким образом, чтобы конечные заемщики в производственной сфере получали кредиты недороже, чем под 3% годовых. Но успех этой схемы возможен только в случае, если мы будем обеспечивать контроль за целевым использованием денег. Во-первых, мы не должны допускать перетока денег на валютный рынок, на подпитку финансовых пирамид. И, во-вторых, мы должны эти деньги направлять в соответствии с ожидаемыми направлениями перспективного экономического роста. Поэтому данная схема предполагает наличие механизмов стратегического и индикативного планирования. То есть мы должны вместе с бизнесом, государством, наукой, деловой круги совместно формировать индикативные планы на основе научно-технических прогнозов, на основе стратегических приоритетов, формируемых совместно, брать на себя обязательства. Примером таких планов являются сегодня специальные инвестиционные контракты, где субъекты федерации договариваются с бизнесом на своих территориях о расширении и модернизации производства. В рамках контрактов, которые подписываются на уровне первых лиц субъектов федерации, государство гарантирует, точнее, субъекты федерации гарантируют соответствующие налоговые режимы, предоставление базовых видов инфраструктуры, а корпорации берут на себя обязательства по наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Вот такие схемы должны работать во всей стране в больших объемах. Мы должны увеличить объем кредитования экономики на 5-7 триллионов рублей, то есть речь идет об увеличении количества денег в полтора раза в течение пяти лет, но только по каналам целевого кредитования. В Татарстане накоплен большой опыт государственно-частного партнерства, я думаю, модель Татарстана является очень хорошим примером того, как можно было бы это делать на федеральном уровне. Если мы этого делать не будем, то мы дальше будем находиться вот в этой ловушке неэквивалентного обмена, о которой я говорил. Мы ежегодно теряем порядка 100 миллиардов долларов за счет того, что сидим на подсосе иностранных кредитов, и объем денег, который вывозится из России по процентным ставкам, по разным теневым схемам, обеспечивает чистой потери нашей финансовой системы порядка 50-70 миллиардов долларов ежегодно. Вторая половина этих денег возвращается, вы видите здесь схему офшорных зон, все хорошо видно, что у нас воспроизводство капитала идет через офшоры, потому что нет внутренних источников кредита. Примерно пол-50 миллиардов долларов ежегодно через офшоры крутится в воспроизводстве нашей экономики, еще 50-70 миллиардов уходит безвозвратно. Всего таким образом у нас уже частного капитала накоплено за границей больше, чем на триллион, из них полтриллиона по-прежнему вращается в нашей экономике, полтриллиона практически навсегда осела на западных счетах. Вот вы видите, насколько сегодня слабомощна наша финансовая система. Эта своеобразная финансовая карта мира показывает, что у России нет особых возможностей расширять производство, расширять экономику, находясь вот в этой американо-центричной финансовой системе, где американцы генерируют гигантский поток денег, вместе со своими партнерами по клубу резервных валют, раздувают финансовые пузыри. Наша самая большая в мире страна на этой финансовой карте мира едва заметна. Отсутствие внутренних источников кредита влечет за собой технологическое отставание. Вы видите, насколько мы отстали по техническому развитию. Здесь график на оси Абсис – это доля неокров в валовом продукте, на оси ординат количество инженеров и ученых на миллион человек населения. Общей площади кругов отражает абсолютное количество ученых и инженеров и абсолютный объем расходов на науку и опытно-конструкции разработки. Большая часть этих расходов сегодня финансируется за счет денежной эмиссии. Либо это эмиссия в пользу государства через покупку государственных облигаций, как это делается в США, либо это эмиссия через покупку обязательств предприятий, как это делалось в послевоенной Европе и Японии. Нам вы видите, какие нужно усилия предпринять. Практически речь идет о повышении инвестиций в два раза, о повышении расходов на науку в два-три раза, о создании крупных высокотехнологических корпораций, для чего тоже требуются кредиты. На этом я макроэкономическую часть своего выступления завершаю. И возвращаясь к главной теме евразийской интеграции, хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что евразийская интеграция – это императив. Мы неизбежно должны будем расширять наше экономическое пространство, если хотим выжить, расширять масштаб нашей экономической деятельности. Но для того, чтобы это экономическое пространство эффективно использовать для себя, нужно стратегическое планирование и четкие приоритеты долгосрочного развития. То есть мы должны видеть, где наше конкурентное преимущество, что мы хотим от сотрудничества с Китаем, навязывать свою стратегию интеграции. Для этого нужно формировать собственные механизмы стратегического планирования и ввести крупные инвестиционные проекты. В продолжение того, что Марат Кадыевич говорил, вот схема транспортно-логистических коридоров, которые мы сегодня обсуждаем с нашими партнерами, прежде всего китайскими. Первый элемент этой схемы – скоростная дорога Москва-Казань, скоро, наверное, заработает, мы надеемся. Ну и дальше эта магистраль железнодорожная, высокоскоростная, станет главным мостом транспортным между Восточным центром экономического роста в Китае и не только Евразийским Союзом, но и Европой. Параллельно с железнодорожным магистралем есть такие же проекты по автомобильным магистралям. В общем, определенные наметки, к чем наполнить евразийскую интеграцию с точки зрения инвестиций, есть, но еще многое предстоит сделать. Спасибо. Вы неоднократно утверждали, что надо успеть в определенной технической технической укладке. Как это понять в случае, если мы не сможем здесь с сырьевой направлением? Наша сырьевая специализация – дело беспреспективное, потому что новый технологический уклад дает резкий скачок в энергоэффективности и в материалоемкости. Если взять, ну, такие примеры можно привести, скажем, светодиоды, как источники света, они дают экономию в 10 раз. Количество электроэнергии на излучение фотонов света в 10 раз меньше требуется в светодиодах. И служат они в 10 раз дольше. Если взять нанотехнологии в металлопокрытиях, в 10 раз увеличивается износостойкость. То есть миру не нужно будет столько нефти и газа в качестве энергоносителей, которые мы сегодня поставляем в Европу прежде всего и формируем наш платежный баланс за счет этих потоков. Спроса не будет, спрос не будет расти на углеводороды, как энергоносители. И, соответственно, специализация на примитивных продуктах химико-металлургического цикла тоже успеха иметь не будет, потому что потребности в металлах, с точки зрения тоннажа, тоже расти не будут. Весь мир уже в перепроизводстве металлургических мощностей находится, включая Китай. Поэтому без повышения технического уровня, без освоения новейших технологий мы обречены. Мы не сможем поддержать даже тот уровень жизни, который имеем сегодня, не только из-за санкций, но просто из-за того, что такая сырьевая специализация не обеспечит рост доходов. В то же время у нас огромные возможности. Вот мы обсуждали здесь перед сегодняшней конференцией, в Татарстане впервые освоен нефтехимический цикл, позволяющий стопроцентно обеспечить утилизацию сырой нефти. Если сравнивать эффективность торговли нефтью и товарами, которые делаются из нефти, различия в тысячи раз. То же самое касается металлов, древесины. То есть наша сырьевая база позволяет увеличивать производство практически на порядок, десятикратно. Наши производственные мощности позволяют увеличить в полтора раза. То есть у нас, понимаете, нет ограничений физических для экономического роста, но все ограничения искусственно созданы денежной политикой, которая навязана МВФ. Во-первых, во всех странах, именно я уже специально же останавливался на международном опыте, во всех странах только так и совершались экономические подъемы. Ну, возьмем, к примеру, Российскую империю. За счет чего шло строительство железных дорог? За счет денежной эмиссии под покупку облигаций и акций железных дорог? За счет чего шло? Ну, вообще, современный экономический рост начался тогда, когда появились центральные банки, которые научились имитировать национальную валюту. Начиная с Англии, промышленной революции, банк Англии обеспечил финансирование экономического подъема. И с тех пор доля фиатных денег, то есть денег ничем не обеспеченных, кроме обязательств, все время росла. И сегодня практически все деньги в экономике ведущих стран мира фиатные, они не обеспечены ни золотом, ни какими-то другими материальными ресурсами, не обеспечены только обязательствами. Ну, возьмем, у меня, к сожалению, здесь картинки я не взял, но я оставлю две свои книжки, которые здесь для научного центра, для Академии наук Татарстана, можно будет их почитать более подробно. Как устроена денежная политика Соединенных Штатов? Как я уже показывал, такой финансовый пузырь, который растет с темпом триллион долларов ежегодно, увеличился объем денег в пять раз почти за последние восемь лет. Вся денежная эмиссия идет на покупку облигаций государственного долга. Вот это и есть денежно-промышленная политика по-американски, то есть они печатают деньги, ФРС США печатают деньги для покупки облигаций американского казначейства. За счет этого финансируется дефицит бюджета, и так уже много лет. В Европе то же самое, Европейский центральный банк печатает деньги под покупку долговых облигаций европейских стран. И когда там рассказывали про Грецию, что вот-вот там все рухнет, на самом деле журналисты не понимали, что долговые бумаги Греции уже давно выкуплены Европейским центральным банком, поэтому никаких рисков для европейской банковской системы этот кризис не нес. Но тем не менее, в Европе, когда какое-то государство начинает слишком много печатать своих бумаг и перетягивать на себя эмиссионное одеяло, возникают диспропорции, которые другим не нравятся. До этого в Европе послевоенное финансирование восстановления Европы шло за счет механизма денежной эмиссии под обязательства предприятия. Деньги печатались под переучет векселей производственных предприятий. Возьмем Германию, скажем. В Германии денежная реформа, точнее формирование новой денежной системы началось вообще без сбережения. Каждому человеку дали по 20 марок, с этого началась поствоенная немецкая финансовая система. Если бы немцы ждали, пока из этих 20 марок появятся пенсионные сбережения и прочие источники длинных денег, они бы до сих пор в руинах лежали. На самом деле немецкий центральный банк печатал деньги под векселя 5 тысяч немецких предприятий. Вел мониторинг, контроль за тем, чтобы эти предприятия были платежеспособны, чтобы они не тратили деньги куда попало. Контроль этот шел через коммерческие банки. Коммерческие банки знали своих клиентов. И главным инструментом контроля в данной системе является коммерческий банк, который получает кредитный ресурс центрального банка под обязательства предприятия. То есть он кредитует предприятие, собирает векселя, за которыми есть только обязательства вернуть деньги. Под эти векселя получает новый кредит в центральном банке у себя. Также восстанавливалась экономика Франции. Если взять экономику Японии после войны, кредитная эмиссия шла под контролем Министерства финансов и специального комитета по структурным преобразованиям в экономике. И японские банки лимитировались жестко по процентным ставкам, по направлениям выделения этих кредитов. Все шло под планы. То есть планы, которые формируются государством и бизнесом под руководящей ролью государства и экспертов из науки, они подпитываются деньгами. Наконец, Советский Союз. В Советском Союзе еще были проблемы у кого-то с деньгами. Был план, под этот план печатались деньги. Причем деньги предприятиям не доставались. Тоже очень важный момент. Как финансировать программы развития? В нашей программе предполагается, что в большинстве случаев предприятия не будут получать деньги на свой счет. Коммерческие банки будут оплачивать расходы предприятий по утвержденным бизнес-планам, как работал Промстройбанк СССР. И также работают вообще банки развития всего мира. Это так называемые федуциарные банки, у которых задача обеспечить контроль за целевым движением денег. Мы создали сегодня 10 таких банков, точнее номинировали 10 банков, которые работают с военно-промышленным комплексом и должны следить именно банки за тем, чтобы деньги, выделяемые из бюджета, по этим предприятиям расходовались строго по целевому назначению. Первые, кстати, два года работы этой системы показало, что у нас огромные безобразия творились в этой системе. В офшоры много денег уходило и тому подобное. Но создав механизм контроля, мы на этом остановились. А надо к этому механизму контроля подключить кредитную эмиссию. Тогда предприятия будут развивать производство, имея возможность брать кредиты под 2-3% годовых. То есть это отработанная схема в мире. То, что сейчас у нас происходит, это хаос. Хаос, который неприемлем и который является уникальным с точки зрения мирового опыта. Продолжение следует...